Гостям, спасибо вам огромное, у нас получилось сегодня сделать нечто веселое и хорошее, и это войдет в историю вот этих двух замечательных людей. Спасибо вам, гости, огромное. Ну и, конечно, я хочу поблагодарить наших молодых. Во-первых, за то, что доверили мне проводить этот праздник. Не каждому, наверное, можно доверить самый счастливый день в своей жизни. И я надеюсь, что сегодня вы испытывали огромное удовольствие от всего происходящего, да? Спасибо вам огромное. Хотелось бы еще, конечно, вам пожелать, потому что все уже говорили, все вам желали, а я все молчал и держал себя в руках. Вот наступил тот момент, когда я хочу вам кое-что пожелать. Во-первых, я хочу пожелать вам придерживаться семи правил. Семи правил чистоты. Первое правило, конечно, это правило слова. Я хочу, чтобы вы говорили друг другу как можно больше хороших слов. Я хочу, чтобы вы всегда боялись сказать друг другу что-то нехорошее. Я хочу, чтобы вы всегда говорили друг другу только слова о любви, слова о том, как вы друг друга цените, любите и друг другом дорожите. Вот я хочу, чтобы вы за словами следили и следили за их чистотой. Это первое правило. Второе правило — это, конечно, чистота ваших глаз. Будьте всегда красивыми друг перед другом. Постоянно следите за тем, чтобы на вашем лице всегда была улыбка, тогда, когда вы друг на друга смотрите. Помните, что самые глупые поступки человечество совершало с умным выражением лица. Поэтому улыбайтесь чаще и будьте красивыми друг перед другом. Третье правило — это, конечно, чистота ушей. Я хочу, чтобы вы слышали друг друга и понимали друг друга. Я хочу, чтобы вы слышали каждое слово. Если, например, кто-то слушает громко музыку, не нужно орать, сделай тише. Просто скажите ласково. Я бы хотел или я бы хотела, чтобы ты слушал музыку чуть-чуть потише. Ребенок спит, между прочим. В общем, четвертое правило — это, конечно, чистота тела. Я хочу, чтобы вы всегда следили за своим телом, за своим организмом, чтобы вы питались вкусной, полезной пищей, чтобы вы пили чистую воду, чтобы вы дышали свежим воздухом, чтобы вы пахли и, я не знаю, перед другом были чистыми. Пятое правило — это, конечно, правило мыслей. Я хочу, чтобы в вашу голову всегда посещали светлые, добрые мысли. Если, знаете, вот была такая история однажды у моих знакомых. Был очень сильный снег. Замело улицы, невозможно было пробраться, проехать, и телефоны все посадились. И муж не пришел домой. Так вот, моя знакомая, она говорит, я молилась Богу, чтобы он был у другой женщины. Но главное, чтобы он был жив. Потому что такая метель. Реально, очень многие люди не добрались домой тогда. Так вот, она молилась Богу, у нее мысли были только хорошие. Она верила, что он был жив. Верьте друг в друга. И пусть ваши мысли всегда посещают только добрые, светлые чувства. Конечно, шестое правило, это правило сердца. Любите друг друга, несмотря ни на что. Вот реально. Вот. Будь что будет. Главное, чтобы вы пронесли эту любовь. До конца своих дней. Я хочу, чтобы вы вот так вот держались за руку на протяжении всей жизни. Потому что ваша дорога жизненная, она будет складываться не только из радостных событий. Может быть такое, что у нас в Украине дороги. Сами понимаете, можно спотыкнуться на любом переулке. Так вот, я хочу, чтобы вы держали друг друга за руку. И в тот момент, когда кто-то оступится, чтобы вы всегда страховали и держали друг друга. Вот это главное. Ну и седьмое правило, это правило, конечно, совести. Я хочу, чтобы вы были чистыми друг перед другом. Никогда не врали. Чтобы вы всегда честно друг перед другом. Да, по факту. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Вот я вам так скажу. Спасибо вам огромное за то, что доверили мне в свой первый день своей семейной жизни. Благодарю вас. Спасибо. Я хочу... Стоп, какой зойка. Я хочу сейчас сдать вам в руки микрофон, чтобы вы тоже поблагодарили...